Еще одна бухта залива Стрелок под Фокино станет чище и уберут здесь не мусор, который выбрасывает море и отдыхающие, а фонящее радиоактивное наследие. Примерно с 80-х годов прошлого века здесь находятся грунтовые захоронения твердых радиоактивных отходов, утилизированных подводных лодок и система канализации по сбору жидких радиоактивных отходов. Надо сказать, что бухта Павловского это самое первое место в Приморском крае, куда пришли атомные подводные лодки Тихоокеанского флота. Самая первая атомная подводная лодка Тихоокеанского флота К-45 пришла именно в бухту Павловского 19 сентября 1960 года. В бухте Павловского до сих пор есть следы радионуклидных выбросов, где-то воду выплеснули, где-то чего-то не так сделали. К настоящему моменту они уже переработаны, но территория этим мусором существенно заражена и нуждается в очистке. По результатам радиационного обследования в системах специальной канализации мощность дозы гамма-излучения составляет примерно 0,1-0,5 милирентген в час. На сайте госзакупок, где опубликованы материалы электронного аукциона, объявленного корпорацией Росатом, говорится о проведении экологической реабилитации участков территории в районе пирса и систем специальной канализации в бухте Павловского. Здесь значится, что работы включают в себя проведение комплекса организационных и технических мероприятий, предшествующих реабилитации объектов. Проще говоря, без подготовительных работ выходить на реабилитацию бухты нельзя, и никто этого не допустит. Все эти следы в бухте Павловского есть, и от них никуда не деться. Периоды полураспада – это 300-400 лет. Эту территорию, конечно же, надо реабилитировать. Это просто необходимость сегодняшнего дня. Согласно все той же аукционной документации, еще в 60-х на объектах в бухте Павловского система специальной канализации эксплуатировалась в комплексе с емкостями для хранения жидких радиоактивных отходов. В 2009-м специальное обследование показало превышение дозы гамма-излучения. Максимально зафиксированный уровень на некоторых участках составляет 20,8 микрорентген в час. К слову, допустимый фон колеблется от 20 до 50. Если этим делом займется предприятие Дальрао, которое сделало похожие работы как раз в бухтах Чажма, Разбойник, на мысе Сосоева, в бухте Сосоева, там же около 3000 кубометров только загрязненного грунта они реабилитировали и удалили с территории. То, естественно, в Бухте Павловского таких загрязнений меньше, но их тоже надо устранять. Если это будет делать Дальрао, то это люди, которые знают, как это делать. Росатом, как инициатор конкурса на осуществление работ по реабилитации бухты Павловского, задает сроки. Дедлайн – конец ноября 2020 года. Заявленная максимальная стоимость контракта – 20 миллионов рублей. Таким образом, госкорпорация продолжает избавлять Приморье от радиоактивных отходов. В конце будущего года еще одну территорию Приморья планируется освободить от радиоактивного наследия времен СССР и сделать экологически чистой. Стоит отметить, что начиная с 2000 года предприятие Дальрао, дочернее по отношению к госкорпорации «Росатом», утилизировало 64 атомные подводные лодки, 3 судна атомного технологического обслуживания и 2 аварийные атомные подводные лодки. Они же реабилитировали более 16 тысяч квадратных метров загрязненных территорий. Объем накопленной радиоактивности тем самым уменьшился в 16 раз от того уровня, что был еще 19 лет назад. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом.